А вот. Теперь мы одновременно в двух мирах. Хао всем, ребятки! И как вы заметили, я нахожусь одновременно и тут, и там. Прям в двух мирах. И как вы уже поняли, наше сегодняшнее видео будет именно об этом. Сегодня мы с вами поиграем в новую игрушечку под названием Medium. И строится она на том, что мы находимся одновременно в двух мирах. И я знаю, что звучит это максимально безумно и интригующе. Именно поэтому я и решил ее затестировать. И не будем долго тянуть. Поехали! Все началось с мертвой девочки. Прекрасное начало. Просто, мать его, зашибенная. Начинается все с какой-то мертвой девочки. Хотя девочка пока что вроде еще живая. Ладно, давайте посмотрим на эту ужасную катсцену. Мне кажется, она ничем хорошим не закончится. Так, какая-то девочка выбегает из какого-то сраного темного хоррор-леса и бежит в другую хоррор-чащу. Замечательно. Классно. 10 из 10. И только не говорите мне, что она булькнется. А кто за ней гонится вообще? Просто какой-то мужик. Ничего вроде опасного. Хотя я начинаю сомневаться. Это маньячина? Да, это какой-то маньячина. Отличное начало! Всем рекомендую! Странная завязка. Очень странная. А как это связано со мной вообще? Кто-нибудь мне объяснит? Ладно. С самого детства я часто видела один сон. Это, кстати, мы. Конец лета. Девочка бежит через лес. А-а-а! Это ее сон! Луна. Запах хвои. А потом... Выстрел. Почему она налила две кружки чая? И ее шиза. Этот сон всегда казался таким реальным. Кровь у меня на щеке, холодный пот. Я убедила себя, что это все действительно было. Это болезненное воспоминание. Эту часть меня я сама не могла понять до конца. Но я многого в себе не понимала. Неудивительно, что люди всегда называли меня странной. Вот. Я согласен с людьми. Хотя они не знали всей правды. Поведай мне, мать твою! Поведай правду! Пока что ничего не понятно. Ну, очень атмосферно, кстати говоря. День, когда что-то случилось, был худшим днем в ее жизни. В тот момент она вернулась домой, чтобы попрощаться с отцом. Видимо, как раз таки мы попадем сегодня в этот день. Чтобы одеть его в последний путь. Костюм, галстук. Все просто. Он делал это каждый день. Но мне даже смотреть на его вещи было нелегко. Мне нужна была передышка, чтобы собраться с силами. Какая нуарная женщина все-таки. Постоянно курит, смотрит в окно, в котором идет дождь. Окей, ладно, хорошо. О, неужели? Мне дали поиграть в игру. Так, нужно найти зажим для галстука. И какая же игра графонистая? Я уже отвык от графонистых игр, божечки ты мой. Так, мы можем посмотреть на дневник. Сейчас 99-й год. Окей. Мы можем, кстати говоря, прочесть надписи. Ааа, это расписание, ее понятно. До свидания, не очень интересно. Идем дальше. Мы должны найти где-то зажим для галстука. Где он может находиться? И чем-то это похоже на такую, знаете, советскую квартирку. Погнали. Я думал, что от этого управления, а-ля старые Silent Hill, уже давным-давно отказались. Но нет. Я все время путаюсь вот в таких играх. Потому что ни хрена не понятно, куда идти и что делать. У нас есть котик или собачка? Ну-ка посмотрим. Ключ от похоронного дома здесь находится. Че он здесь делает? Или он у меня в инвентаре? Видимо, он у меня в инвентаре. Да? Видимо, да. Ладно, пока что ничего не понятно, но очень интересно. Выглядит питательно. Ну, давай возьмем с собой кошачий корм и покормим кошечку. Обязательно. Так, кошачий корм. Все, покормили кошечку. Приятного аппетита! Как тебя там? Хорошо, что хотя бы ты еще здесь. Хорошее отношение к кошкам. Уважаю. Так, заходим в ванную. И надо же, все это до сих пор тут. Ох, Джек. Ее батя, видимо, занимался фотографией. И, кстати, фотки достаточно прикольные. Ну-ка, посмотрим на последние его фоточки. Так, это мне не нужно. Здесь что такое? Фотобумага. Она мне тоже пока что не шибко нужна. А, мы можем сюда, наверное, положить фотобумагу, да? Так, кладем фотобумагу. И пытаемся ее проявить. Здесь мы ничего не можем положить. О! Это у нас инструкция. Мы должны 5 секунд, как бы, светить на фотобумагу. А я уже секунд 15 свечу. Возможно, даже 20 бумаги каранты. Потом мы должны что-то еще 3 секунды делать. Еще 3 секунды и еще 3 секунды. Класс. Бумаги, кстати говоря, каранты, да? Не успела. Теперь снимок передержим. Ладно, попробуем еще раз. Так, сколько там? 15 секунд? А, нет, 5 секунд. Так, кладем бумагу. И давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Готово? Да. Класс. А зачем? Непонятно. Теперь я должен, видимо, на 3 секунды класть все это в эти странные жидкости. Ну, давайте по одной. Раз, два, три. Хватаем. Ага. Фотка начинает проявляться. Теперь сюда на 3 секунды. Раз, два, три. Готово. Фотка почти проявилась. И последняя. Так. Раз, два, три. Готово. Слишком рано. Что значит нужно подержать подольше? Все, последняя секунда. Готово. Мы проявили фоточку. Это был последний раз, когда она снимала отца. Ну, у меня есть теперь фотка отца. Класс. Я, правда, не особо понимаю, зачем она мне. Я просто искал зажим, внезапно пошел в ванную, проявил фотку, покормил кота. Как это все связано с зажимом? Непонятно. Пойдем искать дальше зажим. О, что-то на столе лежит. А, это у нас фоточки. Не интересно. Буковы читать это не в моем стиле. В моем стиле заниматься всякой фигней. И мы пойдем ей заниматься. Так, зажим для галстука. Соберись, Марьянна. То есть кота покормите, фотку проявить это нормально. Но выйти в другую комнату или в подъезде постоять это... Нет, Марьянна, соберись. Мы должны найти зажим. Он, наверное, будет вон в той закрытой комнате. О, котик. Комната Джека, он как будто до сих пор... Черт. Бедная девушка, она грустит. Че это такое? Хочу посмотреть на это. А, это фотка. Я думала, что никогда не найду себе место в жизни, но Джек принимал мои странности. Почему она своего отца называет Джеком? Почему не говорить папа? Он всегда говорил, что я особенная. Достаточно милая фоточка. Еще мы можем взаимодействовать с иконами. Джек был скромным верующим человеком. Он владел похоронным бюро. Нифига себе. Это неожиданный поворот событий. Давай, Шиппи, кто думаешь, теперь тебя кормить будет? Кстати говоря, кто реально будет кормить кота? И Джек составил в профсоюзе солидарность. Тига у него медалей. Его даже несколько месяцев продержали в спецлагере, но это не сломило его дух. Джек был крутым. Я не понимаю, зачем мне так много рассказывают о Джеке. Просто отпустите меня шизу ловить куда-нибудь. Или это как-то связано с моей шизой? Вау, какая красивая комнатка. Моя старая комната, так странно оказаться здесь. С ней связано столько воспоминаний. Так, это что такое? Здесь где-то должен быть зажим. Мне часто такие приходили. Своеобразные трофеи за деньги. Грамоты за то, что я поступала правильно. А что там написано-то? Джек, конечно, не был им рад, но я никогда не злился. Это какое-то письмо из школы? Он из-за нее натерпелся. Что это такое? Уважаемый господин Аркан, просим вас явиться на встречу с учителем, на который мы бы хотели обсудить произошедший в четверг случай. Напоминаем, Марианна передала одному из учеников послание от его умершей бабушки. Мы понимаем, что так она хотела его утешить. Но такое поведение по меньшей мере неприемлемо. Поскольку мы уже не раз сообщали вам о проблемах в ее поведении, мы считаем, что нам необходимо обсудить возможность дальнейшего обучения Марианны в нашей школе. Ага. Класс! Мы умеем говорить с мертвыми. Ну, супер. Это что такое? Моя реликвия. Что это такое? Общая информация, Марианна, возраст 3 года, первичный диагноз, термический ожог пламенем. Охренеть. Понятно. Она вела себя как идиотка, она говорит. Окей. Больше здесь ничего нет. И я, блин, зачем RTX 3800 миллиардов покупал? В зеркале нет отражений. Где мой рейтрейсинг? Нету рейтрейсинга. Какой кошмар. Так. В принципе, ничего нету. Бабочки! Он коллекционировал. Нет, она коллекционировала бабочек. Фу. Это не очень. Они радуют тебя. То есть, мертвые бабочки на стене тебя радуют. Нет. Фу, гадость. Меня всегда смущает, когда у людей какие-то животные на стенах висят. Вот серьезно, им комфортно, когда ты заходишь в комнату. Вот в какой-нибудь зал посидеть. А у тебя там трупы на стене. И плевать. Жуков, бабочек, животных. Это... Фу. И где его сраный зажим? Ребята из приюта. Так. Получается, она приемная. Вот почему она зовет его Джек. Она играла с ними, заботила. Так. Где же все-таки зажим? Я понятия не имею. Вроде мы почти весь дом осмотрели. Давайте осмотрим опять его комнату. Наверное, все-таки зажим должен быть где-то в его комнате. Может быть, я на столе что-то пропустил. Тут его очки. Книга. Зажима не видно. В этом доме есть еще какие-то комнаты, в которых я не был. Потому что, ну, что-то как-то нет. Вроде везде был. Эту комнату я точно целиком осмотрел. Может, мне реально пора? А где еще может быть зажим? Не на кухне же зажим для галстука будет валяться. По идее, он должен быть в шкафу. Это гениально. Нам нужно найти шкаф. А, или вон, там есть еще ванная комната, в которой я не был. Давайте зайдем. Ох, твою мать. Как здесь всрато выглядит ванная? 1984. 1984. Окей. Зажим. Ты где? И вот для чего мне эту книгу показали? Что она должна была мне рассказать об этом месте, об этом мире? Непонятно. Ну и хрен с вами хорошо. Где сраный зажим для галстука? Это самая сложная задача пока что найти его. Так, я, кажется, его наконец нашел. Он был в его комнате. О, Джек, куда ты его положил? Мать твою, Джек. Ну что ж такое-то? Ладно, попробуем по-другому. Как? Как мы попробуем? Нажмите левый контрол, чтобы активировать интуицию. Вот этого мне и не хватало. Вау. Нифига, я могу сквозь стены видеть. Какого хрена он положил зажим под часы? Как он там оказался? Понятно. Но я, наконец, его нашел. Я могу объединить ключ. Нет, не могу. Кажется, не могу. Но здесь можно объединять вещи, если что. Запомнили. Так, я нашел зажим. Какая у нас будет дальше задача? Пройдите к похоронному бюро. Все, Джек ждет ее внизу. Пора прощаться. Ладно, погнали вниз. Мы жили прямо над похоронным бюро Джека. Это не так нагоняло тоску, как может показаться. Кроме того, именно благодаря этому я научилась пользоваться своими силами. Какими, мать твою, силами ты научилась пользоваться? Шизой? Вы заметили, как много в последнее время выходило игр про шизу? И, видимо, похоронное бюро будет прямо под нами. И немного иронично, что чувак, который владеет похоронным бюро, умер. Комично как-то. Не находите? Не чувствуете этот ужасный запашок тупых шуток? Нет? И слава богу. Потому что я чувствую. И Джек научил меня принимать эту особенность. То есть чувак знал, что у нее с головой не все в порядке. И такой, нормально все. Из всех моих приемных родителей только он решил, что это дар, а не проклятие. И вот это вот место выглядит очень крипово. Я бы с ума сошел, если бы тут жил. Так. Это у нас похоронное бюро «Последний путь». Чувак у нас тоже был с юморком. Вперед. Погнали. У меня есть ключ. Ура! Неужели? Я выполнил этот невероятный квест. Джек в морге. А где морг? Наверное, вот в этой комнате. Я угадал? Непонятно. Хм, странно, не помню, чтобы я запирал ее. Ну конечно! Теперь мне нужно найти ключ. Не поможет интуиция? Нет. Ключ должен быть в его кабинете. Ну давайте пойдем искать ключ в его кабинет. Так. Есть тут что-нибудь? Интуиция что-то вообще не работает. Это что такое? Понятно, очень интересно Но ключа здесь, к сожалению, нет Может быть он где-то здесь О, вот он, ключ, класс, мы нашли ключ Тут также какие-то записи Отчет о захоронении какого-то чувака Ну, это тоже не очень интересно Погнали тогда в морг О, это мы, уже более старая фотка Дальше я комнату пока что осматривать не буду Потому что вот потом выяснится, что в морге чего-то не хватает Опять нужно будет вернуться в кабинет Я знаю эти квесты эти ваши Так, давайте, ключ и погнали в морг Когда меня, наконец, научат перемещаться между мирами Я только ради этого скачивал эту игру Я уже 20 минут бегаю здесь И ничего, никакой шизы Просто дамочка пытается похоронить какого-то чувака Причем, по-моему, не она должна этим заниматься Ну, ладно, хорошо Пусть будет так Блин, в подвале крипово Вообще, в моргах не бывает весело, если что Если вы вдруг не знали Вот это уже больше похоже на хоррор И она не уверена, что готова к этому Вот я об этом и говорю Этим должен заниматься кто-нибудь другой Это там Джек? Я не очень хочу знать, кто там Или что там Но, видимо, я должен Я могу как-то это открыть? Да, могу Привет, Джек А что я должен с ним сделать? Ааа, переодеть его Точно Ему нужен галстук А где галстук взять? Или он там уже есть? А ну-ка Джек Ага Зажим есть А галстук-то нет Где галстук? Вот им неинтересно, где он А, вот он висит Прямо рядышком Хватаем галстук Объедините зажим и галстук Объединяем Все Зажим с галстуком Готово Джек почти готов К захоронению Давай, Джек Сейчас мы тебя приоденем Шмодным Замечательно Готово Я не ждала, что будет просто Наверное, я вообще не знала, чего ждать Как-то такое случается с близким человеком То ты словно выгораешь изнутри Вот так Теперь ты готов Мне кажется, это сломает ее окончательно И она с ума сойдет А я А ты не готова Это все, что от нас требуется? Потому что Я не готов дальше возиться с трупом Как-то не очень, если честно Ей, совсем грустно Может, пойдем Прогуляемся там Займемся делами Нет? Почему она одна этим занимается? Ей нужна эта Поддержка какая-нибудь Нет? Ох, люди читать разучились Написано же закрыто Нет, это поддержка Все нормально Тебе нужно что-то Опа! Это мракобеса Вот вас-то я и ждал Погнали Поехали Давай, вперед Все мигает И я готов поспорить Мы сейчас будем подниматься А там Там демоны будут Конечно Ну, давай А ей, кстати, насрать Но она, в принципе, с детства видит мертвых Поэтому я не думаю, что это должно ее каким-то образом вообще напрягать Я думаю, она идет Такая видит там Каких-то призраков Уродцев Демонов И она думает Опять! Опа! Дверь закрылась Я же говорил, что мы должны будем вернуться в кабинет Так, и кто там? Мракобесы! Выходите! Че за черт? Тут кто-то есть Ты тоже это почувствовала, да? Тогда-то это и случилось Как много раз до того Именно в тот момент, когда казалось, что хуже стать не может А вот сейчас мы и начнем перемещаться между мирами Да Вот Теперь мы одновременно в двух мирах Где этот паршивый блокнот? Я могу опоздать Она в мире мертвых Она видит Джека Марианна? Марианна? Девочка моя, ты плачешь? Почему у него маска? Так странно, когда у тебя одновременно два экрана Я Все хорошо, Джек Ты не видела мой блокнот, милая? Память уже подводит Старость не радость, да? Прям что-то до мурашек Джек, тебе нужно отдохнуть Оставь блокнот в покое О, милая Ну мне нужно столько сделать Я не могу просто... Джек, брось Это все не важно Я не думаю, что ты сможешь объяснить ему, что он умер Ты плачешь Что случилось, милая? Очень странно Почему тут так холодно? О, где же этот проклятый блокнот? Тише, все хорошо, Джек Все хорошо Моя славная девочка, моя Марианна Что бы я без тебя делал? Посмотрите слева, она реально выглядит так, будто у нее шиза Джек, не беспокойся ни о чем Я пора отдохнуть А что вообще делают люди на том свете в ее мире? Эта операция меня тревожит Пока я буду в больнице Ты уверена, что справишься? Да, Джек Все будет в порядке Знаешь, когда-то я пообещал себе, что никогда не дам тебя в обиду Тебя в башке дыра Все, все будет хорошо Я обещаю Вот если смотреть исключительно налево, кажется, что это история о малой с больной девушке Хорошо, что нам показывают и правую часть Так, Джек, тебе реально пора отдохнуть Я правда не знаю, как на том свете можно отдыхать Она, кажется, отправляет его в третий мир? Куда он уходит? Я люблю тебя, моя девочка Люблю всем сердцем с первой нашей встречи Помни это Не забывай Очень странно Я даже не знаю, как мне на это реагировать Но задумка очень интересная Вот столько фишек можно реализовать с помощью этого И ее, кажись, отпустила А у нее нет таблеточек там Большинство людей отдали бы жизнь за эту способность Дальше шанс сказать все, на что не хватило времени Но мне от этого не делалось легче Я была готова помочь хоть тысячи душ перейти в мир иной Но когда дело дошло до Джека Это оказалось ужасно больно Я тоже люблю тебя, папочка Раньше я считала, что все видят мир так же, как его вижу я Разделенным Разорванным на двое Но... Нет Это видела только я Я понял, она вместо таблеточек упарывается алкоголем Вернее, это я так думала Мы закрыты В городе есть еще одно похоронное бюро Могу дать номер? Привет Кто это? Ты не знаешь меня, Марианна Но я знаю тебя Слушайте, если это шутка Ты должна выслушать меня, Марианна Так, все, я кладу труп Я знаю, что ты особенная Что? Кто это? Меня зовут Томас, мне нужна твоя помощь Слушайте, если вам больше нечего сказать Нет, я могу сказать еще много Я отвечу на вопросы, которые мучают тебя всю жизнь Но ты должна мне доверять Доверять? Да я даже не знаю Все началось с мертвой девочки А вдруг это тот самый маньяк? Что ты сказал? Дом отдыха Нива, ищи меня там Пожалуйста Свет, его почти не осталось Вдруг ты вообще мертвый Еще не совсем темно, но это ненадолго Только ты можешь покончить с этим Ты моя единственная надежда Алло? Алло? Черт Видимо мы отправимся в лес К незнакомому мужику Которому что-то от нас надо Замечательная завязка для истории Просто 10 Мать его Из 10 Ну что ж, ребятки Я думаю, на этом мы пока что остановимся Мы познакомились С шизой этой дамочки Если вам интересно посмотреть, что будет происходить дальше Обязательно ставьте лайкосик под этим видосиком Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны Увидимся